В преддверии профессионального праздника Дня сотрудника органов внутренних дел в Думе молодежи наградили лучших сотрудников полиции. А также прошел конкурс «Лучай по профессии». Более подробно расскажет моя коллега Евгения Дудко. В любой стране функционирует система контроля и исполнения норм законодательства, расследования совершенных преступлений. Существует необходимость предотвратить правонарушения, охранять общественный порядок. Для этого созданы государственные структуры. Специалистам, занятым в подобной сфере, посвящен профессиональный праздник – День полиции. Этот день отмечается в России ежегодно 10 ноября. Событие закреплено на официальном уровне указом президента Российской Федерации. В Амурском районе более 300 человек состоят на службе в ОМВД Российской Федерации по Амурскому району. Сердечно поздравляю с Днем сотрудников органов внутренних дел. Есть свой коллектив, который достаточно молодой, у нас средний возраст, 32 года. Пожелать им хотелось бы карьерного роста, здоровья, успехов в службе и всего, чего хотят наши сотрудники. На торжественном мероприятии лучшие из лучших сотрудников отдела были награждены грамотами и благодарственными письмами администрации Амурского района, а также от начальника ОМВД России по Амурскому району подполковника Анатолия Юрьевича Серегина. Субтитры создавал DimaTorzok За что вам огромное и огромное спасибо. Работая в органах внутренних дел, в полиции, можно так сказать, каждый работник должен обладать не только профессиональными качествами, но и обладать такими мужеством и отвагой. Я уверен, что сотрудники органов внутренних дел Амурского района постоянно исполняют свой долг и обладают всеми этими необходимыми качествами. Лучший по профессии – это традиционный конкурс, который проходит в честь профессионального праздника. Именно на этом конкурсе молодые сотрудники полиции проявляют все свои лучшие качества и, конечно же, таланты. Молодые сотрудники показали, как они умеют работать головой, слушать и понимать своих руководителей. Ну и, конечно же, даже самый на вид суровый сотрудник полиции – это веселый и творческий человек в душе. Хорошее чувство юмора, умение петь или танцевать – эти качества должны быть присущи каждому. Не забыть мне этот день, что никогда я не могу, ППС я слушаю, ППС я слушаю, ППС я заражаю. Тихо, вот зачем ты сделал себе татуировку восьмой Б? Ну ты же понимаешь, что это на всю жизнь. Понимаешь. А, то есть девятый ты уже не собираешься. Аллилуйя! Это был один из тех летних вечерков, когда было совсем нечего делать. Солнце, свою чистую лапу уже хватало за горизонт. Точили. Эмоции, конечно, зашкаливают. То есть вообще было очень сильно неожиданно, переполняют полной просто чаша чувств вообще, просто такая колоссальная поддержка от коллег, от семьи, от подруг, знакомых. То есть действительно это было прям ощущалось, то есть это прям было, ну, четко и классно просто. Успех подразделения по делам несовершеннолетних – это именно командная работа. И благодаря тому, что наш сплоченный коллектив стремится не только к благополучию несовершеннолетних, но также к развитию своих разных сторон и творческих, и развития в профессиональном обучении. Поэтому я считаю, что эта победа действительно заслужена и победа всего коллектива. Надежда Владимировна представила наше подразделение, и я считаю, что действительно достойно заняли первое место. Потому что помимо того, что мы показали свое творчество, мы отразили ту работу, которую мы делаем повседневно. Служба в полиции – это поистине удел сильных духом, выбор смелых и мужественных людей, готовых ради спокойствия граждан рисковать своим здоровьем и жизнью. С честью и достоинством выполняют свой служебный долг работники отдела полиции по Амурскому району, стоящие на страже порядка и безопасности. Находясь на острие происходящих событий, они выступают надежным заслоном на пути преступников, днем и ночью оберегают покой жителей района. Без их участия не обходится ни одно массовое мероприятие. Они охраняют важные объекты, патрулируют населенные пункты. За плечами многих амурских полицейских сотни раскрытых и предотвращенных преступлений. Евгения Дудко, Игорь Демьяненко, телеканал Амурский.